А тем временем мы проезжаем дачные поселки. Это точно дачные, потому что явно тут мелкие домики стоят. Так скажем, быстрого возведения летнего проживания. Так, автобус у нас рейсовый пошел. 116 номер маршрута. И пошел он у нас по прямой, а мы сейчас как раз будем сворачивать направо. Придержим, не будем уж КамАЗик обходить. Перед самым съездом, лишь бы он только туда не свернул, на объездную. Да, это у нас направление на Троицк, значит, это у нас Троицкий тракт. И до Троицка здесь каких-то 106 километров. Так, КамАЗ-поворотник не включает, значит, он пойдет прямо, а мы уходим на Уфу, до которой указатель показывает 379. И когда мы дойдем до Уфы, до дома нам останется еще ровно 1050 километров. Но денечек сегодня разгуливается, осадков не ожидается, и это радует, друзья. Это радует, потому что по солнечной погоде всегда ехать приятней. Так, все, вышли мы опять на объездную. И прокатимся по ней, посмотрим, как здесь чувствует себя дорога. Пока асфальт везде ровный. Особых ям и скачков я еще не наблюдал. Хотя я вспоминаю прошлые времена, когда я здесь ездил. Здесь, да, сюрпризы были такие неожиданные. Едешь-едешь, вроде ровно-ровно. Так, а здесь у нас опять первый километр пошел. Теперь от Троицкого тракта пошел отсчет в сторону Уфы. Да, я говорю, были времена, едешь-едешь. Так, вроде визуально не видно. А тут бац, и трамплин. Ну, на дафах, конечно, с полок все не летело. Там были дверки, все закрывалось. Но все равно неприятное простукивание аж до отбойников, до ограничителей. Передней балки было, да, иногда получалось. Если не успел вовремя сбросить скорость. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Друзья, ну вот мы и пробежали практически всю объездную Челябинскую по южному обходу. И впереди у нас весовой габаритный контроль. Да, как я вам и говорил, здесь тоже стоит рамка. Но сегодня у нас, да, у нас давно все нормально. Я хотел сказать, сегодня у нас все нормально. Да, у нас не бывает таких дней, чтобы было ненормально. Немножко сбросим скорость на всякие пожарные 55 км в час. Проехали. Посмотрим впереди информационный щит. Ну, он или погашен, или он не загорается, когда нет нарушений. А, вот есть 771-й. Но это не наш номер. Возможно, это идет сзади нас автомобиль. Тоже какой-то превышен габарит. Но уже сколько раз ребята жаловались то, что у многих, у многих идут вот эти нарушения. У кого-то за габарит, у кого-то за вес. Хотя, по факту, такого не у каждого есть. Так, 15-й километр мы прошли. Сейчас поднимемся на путепровод. Да, и возьмем мы уже направление прямо на Уфу. Да, значит, все-таки рамка здесь работает. Я думал, что раз экран погашен, наверное, значит, отключили. Хотя на той весовой рамке, где мы ходили с северным обходом, там вообще эти экраны сняли. С чем это связано, не знаю. Может быть, на ремонт, может, на профилактику. Но взяли и убрали. Вот там частенько высвечивалось тоже негабарит. Превышен. Хотя идешь на рефе, и какой тут может быть негабарит. Теппуровод здесь, смотрите-ка, новый асфальт положили. Все шикарно. Поворачиваем мы на Москву. А вот съезд, съезд тут спилили. Но еще асфальт новый не положили. Ну что, делаем выводы. Прокатились мы по южному обходу города Челябинска. И хочу я сказать, по сравнению с тем, что было, можно поставить твердую четверку. До пятерки, конечно, далековато. Но четверку твердую можно. Где-то проблемных мест резких скачков я так и не нашел. А если, может быть, и было таких легких два-три, то их даже считать не стоит. Потому что по сравнению с теми трамплинами, что раньше были, это просто автобан стал. Друзья, подходим мы к нашей знаменитой кафешке Круиз, где я проводил с вами экскурсию. Так что, кого интересует, заходите в плейлисте. Она есть. Весь ассортимент и цены. И точно такая же кафешка, точнее, хозяин-то здесь один, что на этой, что на другой стороне. Точно такая же кафешка находится в сторону Челябинска. Тоже можно так же. Такой же ассортимент. Те же самые цены. И та же самая обстановочка. Да, и находится это кафе-стояночка на 1837-м километре. Заезжайте, останетесь довольны. А мы двигаемся дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Подошли мы к Чебуркулю, точнее, к стоянке, которая здесь выстроена на месте весовой. И дорога-то она у нас... Остать-то осталась. А, она осталась. А я думал, тут нет съезда. Смотрите-ка. Сколько раз ездил, думал, здесь стоянку сделали, наверное, и съезд убрали. Нет, смотрите, можно, оказывается, заехать. Да, надо будет на будущее, когда нам здесь Лукойл разрешат заправку, надо будет заезжать прям по прямой. Там вроде и съезд такой пологий сделали специально. Да, так что не отрезан Чебуркуль от жизни, от мира. Я думал, ему только сделали один заезд вот здесь, по этой самой, через путипровод. Путипровод. Вот она, новая развязка перед нами. Направление на Чебуркуль. Но мы сейчас с вами посмотрим, а, по-моему, вот съехать-то здесь можно. Где стоянка, я показывал сейчас. А вот выехать там по прямой-то дорога интересная, есть или нет. Что-то я не обращал внимания. Может, уже и там сделаю. Так, а вот здесь идет та самая старая дорога, выезд из Чебуркуля. Сейчас посмотрим, может быть, и здесь уже сделали где-то заезд. По крайней мере, следы есть. Полоса живет, по ней ездит. Может быть, только лесовозы. Но быть не может. А здесь, по крайней мере, нету дальше уже. А дальше дорогу убрали. Да, друзья, там ездят, конечно, потихоньку. И вот сюда, к съезду. Да, ну тут, конечно, на фуре не пройдешь по-любому. Это только для легковых. Это только для легковых. Кому лень заехать на развязку, на новую, едут здесь. Вот теперь мы все посмотрели с вами своими глазами. Знаем, где теперь заезды, где выезды. Но на фуре, я говорю, еще раз тут нереально. Не съехать, не заехать. Ну вот, односторонняя бетонка у нас заканчивается. Снижаем скорость. И выходим мы сейчас с вами, друзья, уже на узкую двухсторонку. Пристегните ремни. Здесь дорожка будет немножко посложнее. Но, по крайней мере, она поровнее. Едешь вот уже от перестыквения, от этого устают уши, когда по бетонке прыгаешь. А здесь, даже если есть ямки, такие плавные, и никакого шума. Да, был здесь, видно, бугорок, его срыли. Остались вот небольшие только камни на обочинах. Свидетельствую о том, что здесь когда-то был пригорок. Да, дорожка пока сукая. На небе у нас все чисто. Солнышко вышло, но зашло за точки. Но точки не хмурые, не снежные. Так, за облачка, скажем. Ну и посмотрим. Скоро у нас впереди 200 километров горных хребтов. Сейчас мы с вами прокатимся. За спиной у нас 16 тонн. Вес, в принципе, нормальный. 480 кобылок тянут хорошо. Ошибка у нас прекратилась. Пока... Тут что, надо сплюнуть. Пока машина не пишет, чтобы проверить уровень топлива. Ну и было бы, конечно, вообще загадочно, если при минус 7,5 градусов с зимней соляркой, которую мы залили на Газпромнефть в Тюкалинске, было бы вообще удивительно при такой температуре, чтобы у нас профинилась солярка. Вот и подошли мы к Миасу, в котором расположен знаменитый автомобильный завод, который раньше строил Захары, ЗИСы. Светофор у нас сегодня приветствует зеленым. И убрали здесь сейчас проблемное место, то есть отремонтировали мост. И сейчас мы по нему ходим уже, как говорится, без сучка и задоринки. Есть там, правда, перед ним мост немножко с прыжком, но тот, который ремонтировали, он сделан на слабо. Да, вот он, первый мост через речку Миас. Здесь вот заезд и съезд с такими ямами. Главное, выдавили асфальт. В одном месте выдавили, яма получилась, а в другом месте он выдавился, и получилась шишка. И как ее объезжать? То ли по шишке, то ли по яме. А этот путепровод путепровод сделан через железную дорогу. И отремонтировали его в этом году. Да, вот смотрите, как все сделано шикарно. И стыки по современным технологиям без скачков. Так что умеют все-таки, когда хотят делать у нас мосты. Весь вопрос, долго ли продержится на нем покрытие. А это, как говорят, время покажет. Проходим мы 1774 километра, и у нас первая горка длиной в полтора километра. По зеркалам я вижу, что идет мелкое, но далековато. Может быть, успеем мы, потому что коллега впереди садится. Да, придется нам его обойти. Перешла коробка сама на 11-ю передачу. Идем мы пошустрее, видно сразу. Но не за горами у нас переключение сейчас на 10-ю будет. Иди ты нафиг. Нафига ты жмешься в правую сторону-то? Вот я таких не понимаю. Я обхожу фуру, и он лезет с правой стороны, быстрее меня пройти. Куда ты лезешь? Голову включи. Мне же надо в свой ряд вставать. Да еще едут сигналю заставили меня с утра понервничать. так, ну ладно. Успокаиваемся. Впереди у нас еще много будет чудаков. Успевать только, как говорится, поворачиваться. красота. Вот эти места проезжаю прям как будто через сердце горы едешь. Справа скалы, слева скалы. А посередине дорожка. Субтитры Субтитры мальчик. Субтитры Субтитры мальчик. Субтитры